НАТОвцы совершили тягчайшую военную провокацию против нашей страны. Кто бы как ни рассуждал, но американцы и их сателлиты пошли на преступление, которого не было последние 50 лет. Еще ни разу за последние 50 лет НАТОвцы не использовали свои вооруженные силы для того, чтобы нападать на боевые самолеты нашей страны, которые выполняют свои международные соглашения по борьбе с международным терроризмом. Внешне, казалось, пошли на переговоры, согласовали порядок полетов, и тем не менее эта провокация совершенно очевидна. Кому она выгодна? Европейским странам категорически невыгодна. Не случайно собравшись на Совет НАТО, они разошлись во мнениях. Я не слышал ни одного внятного утверждения со стороны западноевропейских странных лидеров и военных специалистов, которые сказали бы, что это действие правильное, и оно заслуживает поддержки. Скорее, замешательство и невнятное выражение позиций, которое пока еще не осуждает провокации США и их турецких помощников, но тем не менее Европе это крайне невыгодно. Турции тоже это невыгодно, хотя есть в Турции немало политических и финансо-экономических сил, которые заинтересованы дальше по дешевке покупать ворованную на просторах Сирии и Ирака нефть бандитами и продавать ее, смешивая своей, по нормальным ценам. Я считаю, что за этой провокацией прежде всего стоят Соединенные Штаты Америки, которые в своей истории всегда отличались умением организовывать эти провокации. В свое время мне пришлось готовить работу «200 лет американской мечты», и я, исследуя их внешнюю политику, был поражен, что она отличалась прежде всего двумя направлениями. Первое – экспансией, захват чужих территорий и установление своих баз, и второе – бесконечными провокациями. И война с Испанией начиналась с провокации против крейсера «Мэн», который стоял на рейде в Гаване. Война против Вьетнама начиналась с Танкинского залива, где поступила команда и приказ якобы в ответ на нападение вьетнамцев развязать эту страшную войну. То же самое было и с талибами в Афганистане, и ИГИЛ на Ближнем Востоке. Американцам нужна эта военная потасовка для того, чтобы любой ценой списать свой огромный 18-триллионный долг, ибо другого способа они не видят. Эта страна дважды наживалась по-крупному на мировых войнах. После Первой мировой войны они сосредоточили 50% золотовалютных резервов, после второй – почти 60%. На каждом нашем убитом они заработали в кавычках по 200 долларов. И сосредоточив огромные ресурсы, продиктовали порядок поведения финансо-экономического всей планете. Не поддался на эти провокации только Сталин, советская страна. Мы быстрее других вышли после войны, восстановив народное хозяйство, отказались от карточек и создали великолепный потенциал, который позволил нам сформировать ракетно-ядерный комплекс и уберечь мир от большой третьей мировой войны. Сегодня американцы пошли на эту провокацию, и причем это особо и не скрывали. Первые оценки сбитого самолета раздались из Пентагона и Госдепа. Всего через полтора часа они стали оправдывать и заявлять о том, что турецкая сторона имела право сбивать этот самолет. Затем подтвердил эту точку зрения президент Обама, переговорив ночью с президентом Турции. На мой взгляд, как бы они ни приковали эти преступления, но преступление остается преступлением. Сбитый самолет, погибший летчик, морпех и вызов всей мировой общественности. На такого рода вызовы надо отвечать быстро, решительно, но вместе с тем продумав все последствия и сделает далеко идущие выводы. Вывод первый. В нашей стране ни сегодня и ни вчера объявлена большая война. Финансовая, экономическая, территориальная. Объявлена война всему славянскому миру, когда бомбили Югославию, и наша страна отмолчалась вместо того, чтобы поставить необходимые ракетно-космические средства для того, чтобы так беспощадно не летали эти стервятники. Именно тогда натовцы опробировали все варианты ведения воздушной войны, не заходя в поле поражения средств ПВО Югославии, расстреливали целую страну беспощадно, цинично и мерзко. Цинично, потому что воины и офицеры, как правило, на войне рискуют своей головой. Там они ничем не рисковали. Они расстреливали целую страну, союзницу нашу, главную союзницу в году Великой Отечественной войны. Хочу напомнить, что Югославия была не просто союзницей. Гитлер обломал зубы именно Югославии. И тогда заявил, начнем войну в СССР, покорим эту страну, каждого второго серба потом сошлем в Сибирь, а каждого второго расстреляем. Этим кровавым планам не удалось сбиться фашистского рейха. Тем не менее, эти планы продолжили Соединенные Штаты Америки вместе с своими натовскими приспешниками. Затем это повторилось, начиная от Афганистана до Ливии, и сейчас продолжается в Сирии, на границе с Сирией. Какие бы прогнозы мы с вами не объявляли, но главный прогноз заключается в том, что эта война не прекратится ни завтра, ни послезавтра. И мы должны быть абсолютно готовы к этому вызову. Готовы прежде всего с точки зрения безопасности. Мы обязаны, рассматривая бюджет государственный, понимать, что 16 триллионов рублей, которые обесценились двое, крайне недостаточно ни для безопасности, ни для решения проблем, связанных с нашей обороной, оборонным комплексом, наукой, качественным образованием, подготовкой соответствующих кадров. Нам надо делать выводы прежде всего внутри страны, для того, чтобы обеспечить уверенность и свою безопасность. Во-вторых, надо понимать, что Европа, которую захлестнули беженцы, эти беженцы бежали через Турцию, при поддержке американцев, при способствовании тому, чтобы вместе с беженцами прибежали целые группы боевиков, которые сейчас развязали террор не только в Париже, но и по всей Европе. Мы должны максимально способствовать тому, чтобы этот поток был прекращен. И я уверен, что Европа и все избиратели поддержат силовые акции, которые проводит наша страна, прежде всего, воздушно-космическими средствами, непосредственно в Сирии. Что касается решения военных, они уже приняли ряд решений, и по сопровождению своих самолетов, бомбардировщиков, и многое другое. Военные у нас профессионально подготовлены, они найдут ряд решений. Но один из принципиальных вопросов это отношение с Турцией. В свое время Татюрк один из первых, который признал Советскую Республику. С Турцией выстраивались отношения сложные, но тем не менее, Турция даже в годы Великой Отечественной войны не вступила в коалицию с Гитлером и не развязала войну. Хотя они понимали, что после того, как мы взяли, разместили свои подразделения в Иране, для них это было бы смертельно опасно. Но тем не менее, Южный фронт в этом отношении со стороны Турции остался и в годы войны спокойный. А последние годы лет 20 Турция нажилась на торговле с нами, что было крайне выгодно, на своих строительных контрактах, поставке к нам многого из ширпотреба, в том числе и на огромные получают средства на туризм. В этом отношении у страны и у правительства огромное море или поле деятельностей для эффективного влияния на все турецкие рынки и на главные социально-экономические круги этого общества. Заинтересованы в дальнейшем распространении терроризма очень узкая группа лиц, которые наживаются прежде всего на поставке нефти. Что касается этой поставки, и если грамотно проведут операцию, связанную с курдами, а в свое время советская страна дружила с Барзани, учила специалистов, готовила и многое другое, то, по крайней мере, припограничная зона Турции и Сирии может быть обезопасена и подразделениями курдов, и тех, кто, собственно говоря, слушается нас и прислушивается к нашим требованиям. Здесь требуются усилия как спецслужб военных, так и нашего дипломатического корпуса. Но горячиться с ответными военными действиями, я вчера послушал, категорически не следует. Вы должны все взвесить и посчитать. По крайней мере, проливы Босфора и Дарданеллы контролируют сегодня Турция и НАТО. А что касается нашей группировки Средиземноморской, сегодня она имеет там реальные возможности, но хочу вам напомнить, возможности были сильные и мощные у советской страны. Когда там в свое время развязалась война, то Совет Министров и Политбюро приняли два решения. Нашей Средиземноморской платилии готовность номер один, там было почти 130 кораблей, и нашим десантникам было более 100 тысяч на крыло, и дали утечку, в том числе и американцам. Через два часа американцы заявили, дайте отбой, завтра война закончится, а завтра она закончилась. Хотите быть сильными и уверенными, укрепляйте свою страну и развивайте ее по всем направлениям. Тогда и те проблемы будут решаться на порядок более энергично и более эффективно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!